Друзья мои, всем привет! Я очень редко рассказываю какие-то истории из своей жизни, но сегодня как раз-таки такое видео. Я поделюсь вам ситуацией, в которой у меня получилось вернуть своего бывшего парня. И как бы не просто вернуть, а влюбить его в себя, да? То есть человек изначально вообще не хотел со мной никаких серьезных отношений, но так получилось, что ситуация полностью была изменена. И я считаю, что этот пример является просто идеальным примером того, как должна вести себя психически зрелая личность в подобной ситуации. В общем, устраивайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном. Все началось пару-тройку лет назад, я познакомилась с мужчиной, у нас все складывалось прекрасно, как мне казалось. Мы активно переписывались, мы ходили на свидания, мы проводили как-то время вместе, у нас был совместный досуг, в общем, все было хорошо. Пока в один прекрасный день он не сообщил мне, что серьезных отношений со мной он не хочет. Как бы не то, что со мной, а в принципе не хочет. У него сейчас такой сложный период, у него сейчас куча дел, куча проблем, которые нужно решать. Ставить меня в приоритеты ему не представляется возможным, но в принципе его все устраивает. И как бы он согласен продолжать отношения вот в таком формате как бы свободных, несерьезных отношений. То есть он так и сказал, что я хочу быть с тобой честным и мне как бы, меня будет все устраивать. Но ты как бы особо ничего не жди и ни на что не надейся. Скажу честно, я очень сильно расстроилась и несколько дней переживала вот эту вот нарциссическую травму, что оказывается я не такая классная, какой я себе казалась. Потому что человек не хочет отношений серьезных, не в принципе не хочет, а не хочет их со мной. Хотя он это и не говорит, но это и так понятно. То есть все должны понимать, что если человек говорит, я не хочу серьезных отношений, это значит, я не хочу серьезных отношений с тобой. Но с этой травмой я быстро справилась, потому что у меня были психологические навыки, знания, то есть что делать в этой ситуации. Я быстренько сходила в этот же день на свидание с другим парнем и вообще начала активно общаться с мужчинами. То есть я как-то проработала вот этот вот момент и мне полегчало. То есть я не затягивала эти страдания на какой-то длинный период. Но так как моя созависимость на тот момент была еще не до конца проработана, то есть я все равно еще оставалась с человеком, который склонен впадать в созависимость, то я решила продолжить эти отношения на тех условиях, которые мне были выставлены. Ну, собственно, что я теряю, да, как бы думаю, буду в отношениях с ним, и может быть там схожу на свидание с кем-нибудь другим, да, то есть как бы буду дальше кого-то себе искать другого, раз не складывается. Но по факту я никого, конечно, не искала, то есть у меня вот были такие, можно сказать, свободные отношения еще где-то полтора месяца. Но наступил момент, и передо мной встал выбор. Или мне поехать на лето работать в Турцию, или мне остаться в Красноярске вот в этих вот непонятных отношениях, в которых я как бы в принципе ничего и не жду от этих отношений, да, то есть я прекрасно отдавала себе отчет в том, что человек не хочет со мной этих отношений. И дело в том, что на тот момент это был мой как бы жизненный сценарий, то есть я постоянно в своей жизни вставала перед выбором или мои интересы, или интересы мужчины. И я постоянно выбирала интересы мужчины, а как бы на свои забивала, ой, ну ладно, что там, зачем мне это. Это началось еще, я не знаю, со школы, да, то есть мне очень нравился мальчик, и чтобы с ним гулять, то есть мы еще даже там не встречались, ничего просто, чтобы с ним гулять, я перестала ходить в автошколу, и я могла бы там в 17 лет уже получить права, ну, сдать на права, да, то есть отучиться в автошколе. А я вместо этого просто гуляла с мальчиком, ну, потому что, а вдруг, а вдруг он захочет со мной провести время, да, то есть это было постоянно, это был мой жизненный сценарий. И на тот момент я поняла, что если я сейчас опять выберу интересы мужчины, то я из этого сценария никогда в жизнь не выйду, и мне надо на уровне действий как бы доказать миру, доказать самой себе, что я больше не хочу такого сценария в своей жизни, да, то есть я опять вернулась в точку, в которой у меня, надо было мне совершать выбор. И, конечно, я собрала чемодан и улетела в Турцию. Скажу честно, мне было очень печально, мне было очень тоскливо, я очень скучала, мы постоянно переписывались, я хотела вернуться обратно, и моя созависимость меня не до конца отпускала. Но уже через месяц, наверное, я поняла, что мне не так интересно общаться с человеком, у меня снижается потребность в том, чтобы ему написать. Потому что моя жизнь на тот момент, она стала такой насыщенной, такой интересной, такой яркой. Я прямо была растворена в своей жизни, да, то есть я жила в моменте, я наслаждалась каждым днем, вокруг было столько людей, столько интересных каких-то событий, мероприятий, что мой мозг просто в принципе не успевал жить в реальности, а не то, что с кем-то вот вести какую-то переписку. И в итоге вся эта переписка сошла на нет, потому что у меня не было никакого желания ему что-то там отвечать и вообще с ним общаться. То есть я поняла, что все, как бы с этим человеком все закончилось. Еще через какое-то время я нашла себе нового мужчину, который меня очень сильно любил, который очень сильно хотел со мной серьезных отношений, с которым мне было комфортно, хорошо, спокойно. И в принципе я уже забыла бы про всю эту ситуацию, но в тот момент, когда я снова появилась в Красноярске, объявился вместе с тем и мой этот бывший, и говорит, что хочет со мной встретиться, поговорить. Я думаю, ну ладно, встретимся, поговорим, не чужие же люди друг к другу. Тем более мне было интересно узнать, решил ли он те свои дела и те свои проблемы, которые у него были на тот момент, когда он меня не выбирал. Когда он говорил, что он будет решать эти проблемы, и как только их решит, тогда, может быть, мы все будем вместе счастливы, и все будет у нас хорошо. Я с ним встретилась. Конечно, проблемы он свои не решил, и я поняла, что я бы до сих пор сидела и ждала бы, пока он решит эти проблемы. И я на него посмотрела и поняла, что все, у меня нет к нему вообще никаких чувств, ни эмоций, ни интереса. Я в этот момент, когда мы не виделись, я развивалась, я прокачивала какие-то свои навыки, и я становилась, можно сказать, развивалась как личность. А он в это время находился примерно на одном и том же уровне. И я в какой-то момент его просто как бы перегнала, и мне стало неинтересно. Я перестала в него верить, я перестала, можно сказать, его, можно даже как-то уважать, восхищаться им. То есть это все пропало. И когда он предложил мне снова вот такие же свободные отношения, я сказала, что мне это неинтересно, и я не собираюсь больше продолжать то, что было как бы между нами там несколько месяцев назад. Уже надо было давно понять, что все закончилось. Он ушел, может быть, даже обиделся, потому что меня удалили из друзей, от меня отписались в Инстаграме, то есть все, меня больше не существовало. И опять же можно было сказать, что история закончилась, но нет, через три месяца он вернулся снова. Робка поздравив меня с днем рождения, и написал, что он понял, что очень сильно меня любит, никому меня не хочет отдавать, и будет бороться за мою любовь. Я немного в шоке была, и опять он предложил меня встретить из аэропорта, я согласилась. И вот мы сидим в машине, и я смотрю на него, ой, я понимаю, что за три месяца это стал вообще другой человек. Он просто так изменился, да, то есть он сидит, у него руки там трясутся, дрожат, глаза там наполнены слезами, и он говорит мне, что он понял, что я там его идеал, что я очень классная, что со мной очень хорошо, и ему никто, кроме меня, другой не нужен. То есть он говорит мне все те слова, которые я хотела услышать год назад, да, до этого, когда мне тоже нужно было это, когда мне это было важно, а сейчас мне было все равно. И я ему так и сказала, что теперь как бы я буду честна перед тобой, и я с тобой никаких отношений не хочу, даже свободных, мне это не нужно, мне это не интересно. И он ответил, что ему все равно, он как бы если хочешь, давай хотя бы будем друзьями, давай хотя бы просто будем общаться, если тебе там нужна моя помощь, то ты обязательно там пиши, звони. Я ну как бы согласилась на эти условия, то есть я подумала, что ну в принципе быть друзьями, ну тоже как бы можно и рассмотреть такой вариант, тем более в Красноярске я на тот момент была очень редко, и если мне нужна какая-то там помощь, там подвезти, увезти, то в принципе можно было его всегда об этом попросить. В общем так мы и общались. Я общалась с ним как с другом, а он ждал, когда я пойму, что он моя судьба, и нам надо быть вместе и любить друг друга всю оставшуюся жизнь. Я как психолог, конечно, пыталась ему помочь. Я пыталась как-то снизить его вот эту вот эмоциональную зависимость, то есть как-то его вразумить, но он абсолютно не хотел меня слышать, да и если честно, не очень-то мне и хотелось. То есть одно дело, когда я делаю те же самые действия на работе, то есть когда ко мне на консультацию приходит человек, который находится в созависимости, и он хочет избавиться от этой созависимости, и мы с ним работаем, и у него получается. А другое дело, когда это человек, который не хочет избавляться от этой эмоциональной зависимости, совсем не хочет меня слышать, И поэтому я предпочла эту тему вообще с ним особо не развивать. Да и, если честно, мне было приятно, что рядом со мной есть человек, который готов для меня практически сделать все, что угодно, и при этом ничего не требует взамен. Ну, кому не понравится такой поворот в жизни, такой, можно сказать, подарок судьбы. Кстати, напишите, как вы думаете, чем закончилась эта история. Но это не имеет отношения к сегодняшней теме, и поэтому предлагаю рассмотреть подробнее, что все-таки делала я, чтобы он вернулся, чтобы он влюбился в меня, и чтобы он вот так ходил за мной по пятам, как, можно сказать, как хвостик. Хотя, если вот так на первый взгляд посмотреть, то, в принципе, я и ничего не делала, то есть я вообще с ним даже не общалась. Но что-то же произошло, что-то же перевернуло всю эту ситуацию. А на самом деле произошло очень много всего. Первое, что случилось за этот период времени, я перестала быть созависимой. То есть я научилась выбирать свои интересы, не интересы какого-то мужчины, не интересы какого-то Васи, а интересы свои, собственные. Делать те действия, которые нужны мне, которые важны мне. Потому что созависимые люди, они никому не нужны. Всем нужны самодостаточные люди, которые не склонны впадать вот в эту вот эмоциональную зависимость. Дальше я начала общаться как бы с другими мужчинами, да. То есть я начала избавляться от своего дефицитного мышления. Я поняла, что вокруг меня есть много мужчин, что они все интересные, что они все классные, что они все достойные. И в принципе, по такому большому счету, я могу построить отношения абсолютно с любым человеком. Потому что я обладаю навыками психологической зрелости, да. То есть я понимаю, что сейчас происходит, как это все происходит. И нет ничего сложного в том, чтобы выбрать любого человека, который мне понравится, и сделать с ним крепкие и серьезные отношения. И можно прожить еще в браке 30 лет, да. Кроме того, за этот период времени я нашла человека, с которым у меня были отношения, да. С которым мне было хорошо, с которым, которому со мной было хорошо, который меня любил. И у меня из головы пропали все ограничивающие убеждения о том, что я никому не нужна, о том, что меня никто не любит, о том, что я недостойна любви и все такое прочее. И, кстати, видео на тему того, почему девушка в отношениях гораздо привлекательнее для других мужчин, чем одинокая девушка, можете посмотреть, ссылку оставлю здесь и в описании. Еще что я сделала? Я научилась отстаивать свои личные границы. То есть если мне что-то не нравится, то я это не делаю. Мне не нравится находиться в свободных отношениях. Я в них не нахожусь. Опять же вспоминайте тот момент, когда он пришел ко мне, и мы поговорили, и он говорит, ну давай как бы будет все так, как было. А я говорю, нет, так как было, больше не будет. То есть он прощупывал на тот период мои личные границы. Есть ли у меня они, или я снова соглашусь на то, что мне как бы вообще нафиг не надо, да. И когда я отстояла свои личные границы, я показала, что я самодостаточная личность и стала еще более для него привлекательной. Кроме того, я создала дефицит себя. То есть я не была доступна постоянно. Я уехала вообще в другую страну. У меня там интернет ловил раз в день. То есть мне нельзя было просто взять и позвонить. Ко мне нельзя было просто взять и приехать. Меня нельзя было просто так найти. То есть я была в мощном дефиците. Все, меня не было. Я растворилась. И, конечно, когда у нас что-то есть, а потом это отбирают, нам становится некомфортно. Нам хочется вернуть это назад, вернуть это к себе. Это же мое. Как это у меня мое куда-то ушло? И последнее, что еще произошло за этот период. Я очень активно развивалась в это время. То есть я выросла как личность. Я выросла как человек. Я научилась многим вещам, которых я делать в принципе не умела. И, конечно, я стала более, можно сказать, развитой, самодостаточной. И я думаю, каждый согласится со мной, что люди, которые более развиты, они более привлекательны для нас. И мы не хотим общаться с людьми, у которых три класса образования. Нам хочется общаться с людьми, у которых есть какое-то образование, какая-то работа, есть какие-то достижения в определенных сферах. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, как влюбить в себя бывшего, то я вам могу посоветовать самое лучшее средство. Забудьте про него и живите своей жизнью. Кайфуйте, наслаждайтесь, развивайтесь. И тогда бывший сам поймет, как он вас любит, придет к вам. И будет еще некоторый период времени ходить за вами и добиваться вашей любви. А вы уже потом будете думать, надо вам это или не надо. Если вы не знаете, как разлюбить человека быстро, то есть какие техники сделать, чтобы забыть про него, тогда я вам рекомендую свой гайд «Разлюбить легко и быстро». Если вы хотите восстановить свое внутреннее состояние, то, конечно, это курс «Люби меня, люби». Ссылка на сайт в описании. Переходите, ознакомьтесь подробнее. А на сегодня у меня все. И ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока-пока.